Всем привет! Хочу снять небольшой краткий видео обзор по поводу установки SSD твердотельных жестких дисков. Мы решили поставить SSD на стационарный компьютер, дабы ускорить его процентов на 50, как этим пестрит интернет. Обещаю, что комп работает идеально, прям льтает. В принципе, я с этим согласен, так как это не первый компьютер, который мы делаем. В основном это были ноутбуки, вот там все немножко попроще, там тупо один слот находится. Вынимаем старый диск, ставим новый, все форматируем и загоняем Windows. Но прежде всего все говорят о том, что надо включить функцию AHCI, так как новые твердотельные диски работают на этой функции. Старые IDE, SATA в принципе работают на IDE. Для того, чтобы ее включить, необходимо залезть в BIOS. Для тех, кто не знает, в BIOS лезем очень просто. Вот у нас сейчас включенный компьютер, мы его перезагружаем. Вот, давайте поближе, вот он перезагружается. И жмем кнопочку DELETE. Жмем кнопочку DELETE. При старте системы. У каждого на BIOS все по-разному. У кого-то это будет ESC, у кого-то это будет F2. У нас это просто DELETE. Так. Вот. И, собственно говоря, вот он BIOS. Вот. Стандартно эта опция должна появляться вот здесь. SATA драйвер. Ну, как видите, тут ничего такого нету. Тут в приоритетах жестких дисков. Просто можно выставить... Вот он, наш SSD. Кстати, мы поставили его первым, чтобы с него вся загрузка. Советую всем, кто покупает SSD, делать его основным. То есть полностью на диск C. Не надо его разбивать там на два диска. Ну, если вы располагаете бюджетом, конечно, можете купить на терабайт SSD. Выйдет он вам примерно тысячи две гривен. Ну, смотря где будете заказывать. Если на Алиэкспресс, то немножко дешевле. Ну, рискуете купить кирпич. Поэтому, если брать в магазине, то денег придется вывалить нормально. Итак, в общем, здесь мы приоритет указали, но эту функцию для твердотельных жестких дисков мы не нашли. Соответственно, BIOS нам надо перепрошить. Вот. Делается это разными способами. Некоторые это делают из-под DOS, из-под командной строки, так называемой. То есть для этого нужно перезагрузить, заранее BIOS скинуть на флешку и сшить с флешки. Но так как у нас материнская плата Gigabit, вот я сейчас вам поближе покажу, если будет видно. Да. Вот наша материнская плата. У нее вшиты несколько вариантов установки BIOS. То есть можно зашить его из-под винды. То есть, что мы, собственно говоря, будем и делать. Я уже заранее скачал BIOS. Вот. И поставил специальную утилиту от Gigabit. От ихнего производителя. Что это значит? Короче, после установки утилиты, уже скачанной заранее BIOS на компе, мы просто-напросто будем вставить с помощью этой программы. И все. То есть он автоматом обнулиться, обновиться. И ждем, ожидаем, конечно, что появится эта функция HCI. Так, я пока нажму на паузу. Сейчас будем перезагружать компьютер. Итак, загрузился наш компьютер. В принципе, все хорошо. Также хочу обратить внимание, материнская плата называется у нас Gigabit GA-M61P-ME-S2P. Соответственно, такое название вы должны забить в поисковике. Ну, гуглом, кто умеет пользоваться, милости просим. Вот показываю. Я эту программку скачал. Вот себе заранее. Вот он у нас BIOS. Вот. Итак, программка называется у нас... Так, это BIOS. Короче, просто инсталлить вот этот файл. Но она у меня уже установлена, поэтому я переустанавливать не буду. Вот. Все. BIOS отдельно у нас скачанный на этой папочке. Вот он BIOS. Заранее, кстати, он будет в архиве. Обязательно его распаковать. Если нет у кого-то винрара, в принципе, на семерке есть свой zip-архиватор. Можете не заморачиваться. Вот. Все. Короче, запускаем программку. Лезем в меню пуск. Вот у нас эта программка. Итак, поближе, чтобы было видно, что здесь вообще есть. Что они предлагают. Можно обновить BIOS с помощью сервера. Если у вас материнка последнего поколения, просто жмете сюда, он сам выкачивает, сам чьет. В принципе, все. Мы будем обновлять BIOS с файла. Нажимаем Open File. Рабочий стол. Так, вот он, рабочий стол. Вот это отсюда ты. Да, 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 все правильно. BIOS. BIOS. Это у нас. Вот он и есть. Ага, ага. Открыть. Что-то не то. Так. Сейчас, нет, ну что надо подобрать. По-моему, вот это вот. Вот так вот. Читаем, что написано у нас. The screen will freeze for seconds. Will update the BIOS. Ну, короче, пишут на ней, что будет BIOS обновлен. Вы точно хотите это сделать. Ну, в любом случае. Я хочу это сделать. Так как компьютер этот не мой. Мне, в принципе, да, пофигу. Вот. Почему бы и нет. Потренируемся. Посмотрим. Жмем ОК. Обязательно, ребят, обязательно проверьте питание. Чтобы у вас не выключился свет. Вплоть до того, что через бесперебойник это все делается. Рекомендую. Ну, так как у нас компьютер электрика. Тут все хорошо. Все налажено. Мы надеемся, что все будет четенько. Вот он нам пишет. Restart now. Перезагрузим сейчас. Конечно, сейчас. Собственно говоря, вся прошивочка. Вся обновлено биоса. Вот. Будем надеяться, что все хорошо. Желательно, чтобы не пропало питание. В принципе, такую материнку я уже прошивал. Ребят, скажу честно, работало только одно питание и все. Ждем перезагрузки. Что там нам рассказывает. Выполняются процессы. Самое интересное, что все это пассивно. По сути, вам ничего не надо делать. Чем мне нравятся материнские платы Gigabit. То есть, несколько вариантов. Также можно из-под биоса прошить. Там будет такая функция BioSecure Flash. То есть, вы можете скачать на флешку, запустить эту программу, указать файл с флешки. И также, ну, фактически из-под ДОСа установить. Все. Вот у нас биос обновился. Сейчас перезагрузится компьютер. Вот. Ждем, ждем, ждем. Надеюсь, он у нас заработает. Загрузка Windows. Так. Системе не удается повторить цифровую подпись. Так. Вставьте установочный диск Windows. Перезагрузите компьютер. Вымеряйте восстановить компьютер. Не понял. Так. Ну, здесь. Так. Диспетчер загрузки Windows. Ну, на самом деле, это всего лишь просто какая-то бах Windows. Оно escaped. По сути, Windows мы поставили сырую. Так как мы знали, что будем шить BIOS, включать функцию AHCI. Всем советую. Если будете шить BIOS, вставьте потом заново Windows. Потому что будут все равно ошибки вылетать. В принципе, что у нас и будет, наверное. Так. Ладно. Итак. Пока нажмем на паузу. Итак. Вот у нас диалоговое окно. Нажимаем обычная загрузка Windows. О, и опять. В общем, ладно. Сейчас залезем в BIOS, посмотрим, что там. Так. Можно сочетанием клавиш Ctrl-Alt-Delete. Так как я одной рукой держу компьютер, я сейчас попрошу помочь. Нажми Ctrl-Alt, а я нажму Delete. Нажимаем. Все. И компьютер у нас перезагружается. Все хорошо. Так. Наверное. Короче, сейчас залезем в BIOS, посмотрим, что там ему не так. Вот. Вот он у нас уже новенький BIOS. Если все заметили, там была... Сейчас скажу, копирай Ц 1984 по 2005. Это уже 2010. В принципе, эти материнки уже сняты из производства. Ну, сам факт. Поставили самый последний BIOS. Итак, я надеюсь, что здесь появилась эта функция. А, еще. Такой момент. Ребят, смотрите. У нас стоят несколько жестких дисков. Вот, я вам покажу поближе. Саташники. Оба саташники. Вот. И у нас на этой материнке, вот под видеокартой, всего два сата выхода. Вот. А так как мы поставили еще один дополнительный SSD и жесткий диск, нам понадобилось использовать IDE-разъем через переходник. Платку, всем советую, у кого нема. У нас вот появилась АЖИК-2. Сейчас вот нам наведут свет. Вот платка наша. Не-не-не. Верни обратно. Да. Вот. Вставляется она тупо VDE-шлейф. Вот у нее отдельное питание. Вот здесь вот покажу. Сейчас. Вот оно. Подключили его вот сюда. Где оно есть? Вот. Все. То есть и шлифом подключили еще один саташный диск. Всем хочу напомнить, что если вы переустанавливаете винду на ранее, вернее, на новый SSD диск, и при этом у вас подключен старый, вот он у нас, да, на котором стояла винда, советую их отключить, чтобы не было конфликта, так как он будет вам писать ошибка МБР-загрузки. Вставьте диск. Короче, отключаете просто шлифы от них, оставляете один SSD-шничек, вот он у нас там. Ну, плохо видно, попробую показать поближе. Ну, вот он, да. Вот. SSD-шник у нас на контроллере Marvel, самый лучший на данный момент, как нам обещают производители. Все. Короче, оставляем один SSD, а остальные шлифы отстегиваем. Давай, отстегни шлифы. В принципе, можно это на ходу сделать. Вот. Ну, при этом придется, конечно, перезагрузить компьютер на BIOS. Все. Так, вот он наш BIOS. Сейчас пока нажмем на паузу, мы перезагрузим. Так, и так. Как оказалось, в нашем BIOS-е идет автоиндикация. То есть, это так называемая AHCI-функция, определяется автоматом. Так, когда мы оставили один SSD-шник, еще раз покажу, вот он здесь. Вот. Подключенным он и автоматом определил, что там надо. Ну, хотите, можете сами поиграться, если у вас такой же самый BIOS с этой функцией. Автодетект. Или тут поотключать режимы, там сделать расширенный. В принципе, ничего это не дает. По сути, можно оставлять автодетект. Он автоматически все определяет. По сути, мне, в принципе, проще. С новым BIOS-ом идет автоиндикация. В ноутбуках и других версиях BIOS-а, там непосредственно эту функцию необходимо включать вручную. Потому что все они заточены под другие жесткие диски. Так, и так. В принципе, все. Здесь мы все выставили. Все, что нам надо. Сейчас подключим флешечку с виндой. И переустановим. Пока нажмем видео на паузу. Так, и так. Сейчас будет загружаться винда. В принципе, это можно не показывать. Ну, кому интересно. Есть горячие клавиши. Там F12, F11. У каждого по-разному. У меня это F12. Быстрая загрузка BIOS-а. Здесь выбирайте, с чего грузиться. Либо с флешки. У меня это флешка. Поэтому я выберу USB HDD. Ну, саму установку Windows я не показываю. Для тех, кто хочет переустанавливать. Это будет в другом видеообзоре. Вот. Пока нажмем на паузу. Итак, у нас всё установилось. Вот, заходим. Вот наш жёсткий диск он определился. Сейчас более детально покажу. Наш SSD диск. Диспетчер устройств. Ну и всё. В принципе, работа ускорена. Сейчас ещё подключим дополнительные жестяки. И они определятся по-другому. Для этого нам надо выключить компьютер. Компо тушили. Подключаем SSD. Вот. Саташными шлифами. Давай попробую показать более детально. А то, может, кто-то не знает, где находится SATA. Вот. Всё. На саташных шлифах есть такой, как замочек. В принципе. Если кому не понятно. Так. И тот, и тот подключили, да? Вот. Всё видно. Всё есть. Всё. Теперь, по сути, мы включаем комп. Вот. И так как у нас уже новый BIOS, всё хорошо. Должно всё просто автоматом определиться, подхватиться. Можно приступать к работе с компом. Кстати, для тех, кто обратил внимание, компьютер стал намного быстрее загружаться. То есть, сам процесс загрузки занимает меньше времени. Несмотря на то, что на нём семёрка стоит, не десятка. Но до этого запускался намного дольше. Ну, сейчас может потребовать перезагрузочку. Ждём, ждём, ждём. Вот, пожалуйста, посыпались. Найдено оборудование. Бла-бла-бла. Короче, это всё закрываем. Закрываем. Смотрим. Всё, пожалуйста. Тут флешка. Наши жестяки дополнительные. Всё. Можно приступать к полноценной работе. В принципе, всем спасибо за просмотры. Будут вопросы. Пишите в комментариях. По возможности будем отвечать на них. Да, ещё хотел сказать, что касается по поводу вот этого переходника с IDE разъёма на SATA. Да, плата хлипенькая, поэтому предельно аккуратно с ней. Сейчас вот попробую показать. Вот, вот как она выглядит. Она такая, хлипенькая-хлипенькая. Ну, пытаются делать. Вот, расчёт на то, что включил, и не дыши на них. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.